Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в Zuber World Box, у нас новое обновление подъехало, версия 0.8, я прочитал уже патчноут, но там такое себе на самом деле, там не завезли новых существ или новые погодные эффекты, какие-то спецэффекты, этого ничего нету. В основном обновление коснулось городов, зданий, королей и дипломатии. Я зачитаю вам сейчас вкратце, что мне перевел Яндекс.Переводчик, чтобы кто-то был в курсе, может кто-то не знает. Значит, новые улучшенные строительные спрайты, новые спрайты руин и зданий. Это значит, что у нас обновили внешний вид зданий, домов, вот этого всего. Теперь они будут выглядеть, по идее, по-другому. Добавили режим зрителя. Теперь мы можем наблюдать за нашими королевствами, как они там работают и живут своей жизнью. Не знаю, опять же, как это будет реализовано, будем на все это дело смотреть. Потом. Поменяли цвета крыш. Теперь у каждой нации, вы знаете, есть свой цвет. Теперь крыши домов будут под цвет самой цивилизации. Это прикольно. То есть теперь они не все будут одинаковые. Теперь, допустим, у синих будут цвета крыш синие, у красных красные и так далее. Это забавно. Далее. Деревни будут снабжать ресурсами другие деревни в своем королевстве. То есть некие торговцы у нас появятся. Мы будем... Ну, то есть две деревни могут между собой обмениваться ресурсами, чтобы одна деревня, например, жила и процветала, а другая, например, собирала чисто ресурсы. То есть, возможно, это будет как-то так работать. Вот. Новое мнение между королевствами, близкие границы и дальние земли. Не знаю, что это значит. Будем тоже смотреть. Далее. Добавили новые ресурсы. Ягоды, хлеб, рыбу, мясо, суши, джем, бургер, пирог, чай, сидр. У разных рас есть уникальная пища, которую могут производить только они. Это тоже интересный такой плюс. Различная пища восстанавливает различное количество голода и здоровья. То есть, если, например, орки будут питаться только ягодами, а другие орки будут питаться овечками, да, то явно те орки, которые питаются овечками, у них будет по голоду и по здоровью все гораздо лучше, чем у тех, кто питается ягодами. Ну, потому что орки, это же, ну, как бы ягоды. Орки, ягоды, типа, ну, вообще никак. Теперь у юнитов есть любимые продукты. Если юнит ест любимую еду, он восстанавливает немного больше статистики. Тоже прикольненько. Так, дальше. Добавили... Та-та-та-та-там. Сейчас любимую еду. Тут тоже все про любимую еду. Добавили боевой атрибут. Используется вождем, королем. Чем выше стат этого показателя, тем больше воинов они могут иметь без штрафов. То есть, если, допустим, у короля этот атрибут высокий, как, например, лидерство в Mountain Blade, то у тебя будет больше воинов. По всей видимости, это будет работать как-то так. Так, что еще? Что еще такого интересненького? Значит, ну, обновили очень много по поводу управления, дипломатии, по поводу войн. Теперь, по всей видимости, войны будут начинаться не так прям из ничего, да? Все-таки будут какие-то события, которые к этому подводят. Так, всплывающие подсказки. Ну, это по поводу Windows. А, добавили две новые кнопки. Я даже сейчас вам их покажу. Вот эти вот. Короли и лидеры. Показывает расположение лидеров при одолении камеры и важные события. Теперь они отображаются вот здесь вот сверху. Я не помню, кстати, вот эта кнопка была или нет. Я просто помню, что была какая-то кнопка, которая показывала важные события. Но, по-моему, это не она. Далее, значит, что еще интересненького вам почитать? Новые иконки для мировых законов. Давай посмотрим. Кстати, где они у нас здесь, мировые законы? Да, смотри, добавили. Действительно, теперь здесь у нас иконки. Везде дружелюбный монстр и такой волчок с сердечком. Голод, трава, колонисты. Ну, это все у нас, по-моему, было, да? Восстание, появление животных, старость. Да, это все у нас, в принципе, было уже. Единственное, что добавили только иконки. Значок для кнопки отмены. Вот, кстати, тоже очень полезная фишка. Я уже на это обратил внимание. То есть, если мы, допустим, выбираем сделать дождь, у нас появляется вот здесь вот такая кнопка. То есть, чтобы нам эту кисть условно убрать, мы просто нажимаем сюда на крестик. У нас просто палец теперь. Вот, это удобно. Раньше надо было прям изощряться, чтобы мы могли где-то случайно что-то сделать, потому что запутались в кнопках. Теперь просто нажимаем на крестик, и все, у нас дальше обычный палец. Это удобно. Так, добавили новые анимации спрайтов. Ну, это в виде, там, горения костра. Вот это вот все. Новая черта характера появилась. Цареубийца и какой-то мега раб. Блин. Маг, раб. Короче, как-то так. То есть, я не знаю, что это значит. Типа, маг, раб. Не знаю. Будем смотреть, как это будет работать. Заброшенные здания теперь могут быть отвоеваны деревней той же расы. То есть, если, допустим... Ну, это, опять же, как я понимаю, если мы... Давайте, знаете, что сделаем, ребят? Пока я вот это вот базарю, давай-ка мы, наверное, заспауним тут. И пускай ребята у нас развиваются. Я заспаунил здесь людей. Человек 20, да? Здесь эльфов давай заспауним. Далее орков здесь заспауним. Как-то странно они решили отстраиваться. Ну, да ладно. Здесь гномов. Все. Просто, чтобы на фоне у нас там все отстраивалось, и мы на это тоже обращали внимание. Так, далее. Что у нас далее? Далее, далее. Значит, заброшенные здания. А, ну да. Заброшенные здания. То есть, как я это понял? Если, допустим, город... Один из городов людей отвоевали, да? Уничтожили его. Там везде разрушены здания. И потом люди заново захватывают эту территорию. То, скорее всего, они смогут восстановить свои здания на тех же самых местах. То есть, не разрушать их и строить по новой. А именно восстанавливать. И, ну, типа не тратить на это особо время. Это тоже прикольно. Я, на самом деле, не понимал, почему это было не реализовано до этого. Но, в целом, это хорошо. Так, ну, всякие события, которые записываются у нас в журнал, тоже добавили. Добавили оптимизацию для огромных деревень. Некоторые... Некоторые рабочие дома теперь будут печь хлеб и полировать доспехи. Обдумывать очередные апрельские шутки и так далее. Вот. Но вполне возможно, что добавили какие-то профессии новые. Типа пекаря или оружейника. Тоже будем на все это дело смотреть. Так, что еще у нас интересного такого вам почитать? Написано, что воины одной и той же расы. То есть, если, допустим, у нас будет раса людей раздвоена на два разных государства, да? Но и то, и то будут люди. То при нападении тех, кто нападает, они не будут нападать на гражданских. То есть, они будут нападать только на военных. Не знаю, опять же, это очень странно. Как это будет выглядеть, пока мне не особо понятно. Но будем за этим наблюдать. Так, некоторые черты и предметы будут давать управляющие атрибуты. Ну, то есть, опять же, все, что касается управления дипломатии. Месторождения, камни, руды и золота теперь являются бесконечными стратегическими ресурсами. Чем больше их будет в деревне, тем быстрее будут добываться эти ресурсы. Тоже интересно. Деревья будут расти немного более регулярно. То есть, деревья теперь у нас быстрее будут вырастать. Король не может одновременно быть лидером деревни. Тоже интересная такая фишка. Настройка цветов королевства. Вот, это тоже надо будет посмотреть. То есть, мы раньше могли только переименовать. А сейчас, видимо, мы еще можем и поменять цвет. Этого тоже мне, по-моему, не хватало. Я не помню, на карте Европа мы когда играли. Мне очень не хватало функций поменять цвета. Потому что было несколько наций, которые были одного и того же цвета. Меня это немножко напрягало. Теперь, видимо, такого не будет. Так, бонусы расстояния, расположение окон юнита. Не знаю, опять же, что это. В общем, здесь список достаточно большой. Если кому-то интересно, вы можете зайти на официальный сайт. Там патчноут написан на английском языке. Просто скопируйте его, вставьте куда-нибудь в Google или в Яндекс.Переводчик и почитайте. В целом, там все достаточно понятно. Вот. Погнали. Погнали смотреть, что у нас. О, я кого-то заспаунил. Гном. Бедный гном. Он теперь плавает в океане. Возможно, он поста... Это Робинзон. Это Робинзон Курузо. Робинзон. Это Робинзон Курузо. Так, давай смотреть. Окей. Значит, у меня скорость Х5, по-моему, да, стоит. Да. Нажмем Х1 и посмотрим на города. Что у нас вообще в городах сейчас происходит? Значит, вот это вот сверху высвечивается. Король Когикты из королевства кланов. Кадет был забит до смерти. То есть, это вот эти вот важные события у нас отмечаются. Далее. Вот здесь вот мы видим, что бегают какие-то короны. Да, давай посмотрим, что это за короны. Вот это, я так понимаю, принц, наверное, тусуется. Ну, вот такой вот у нас чувак. Аг-аг его зовут. Возраст, убийств, опыт, любимая еда. Эль. Написано. Настроение нейтральное. Тип личности уравновешенный достаточно. Непонятно, кто он. Найти на мини-карте можно его. Да, честный дикарь. Регенерация. Ну, скорее всего, это принц, мне так кажется. Здесь написано, что любимая еда у него Эль. И у чувака сейчас голод. Видимо, в деревне проблемы с едой. Вот, как-то так. А посмотреть на короля мы можем тоже так же навестись. Он, по-моему, вот здесь где-то тусуется. Вот он, да. Все правильно. У него любимая еда ягоды, кстати. Да, я только что говорил вам о том, что орки не особо любят ягоды. Вот, и больше любят всякие овечки. Но здесь у нас, видимо, уникальный человек. Это у нас орк, который любит ягоды. Ну, всякое бывает, всякое встречается. Так, возраст ему 7 лет. Урон всякие у него предметы медные, очень слабенькие. Он гений, кстати, между прочим, да. Единственное, почему-то не подписывается. Вот здесь подписывается. Регенерация восстанавливает здоровье с течением времени. Дикарь получает кости и кожу с поверженных врагов. А вот гений не написано, что и зачем. А также теперь у каждого персонажа есть настроение, которое мы тоже можем посмотреть. На это, я думаю, тоже стоит периодически обращать внимание. Так, что у нас по королевствам? По королевствам я вижу, что поменялись цвета. То есть теперь у нас появились такие более разные оттенки. Да, не прям синий цвет, а такой синий-серый цвет. Зелено-серый цвет. Какой-то прям максимально салатовый цвет, да. И так далее. А как поменять цвет? Например, если я хочу поменять вот здесь вот цвет. Как мне это сделать? Осмотреть столицу, осмотреть короля, осмотреть королевство. Здесь я могу изменить только название. А как поменять именно цвет флага? Непонятно. Смотреть королевство, взглянуть на лидера, найти на карте. Ну, непонятненько, непонятненько. Может где-то в настройках каких-то. Если вы, ребят, эту функцию найдете, как поменять цвет именно королевства, обязательно напишите мне в комменты. Мне будет интересно посмотреть. Так, далее, давай посмотрим. Вот, по спрайтам, да, теперь здания немножко по-другому, по-моему, строятся. Раньше не строились иначе. Вот, это у нас теперь здания людей. Они выглядят иначе. Единственное, что, по-моему, осталось неизменным, это шахта. Она, по-моему, выглядит так же. Вот, а сами здания, ну, такие более человеческие действительно стали. То есть они прям выглядят как прям настоящие людские дома. Плюс какие-то маленькие палатки у нас уже появились. Корабли. И корабли, насколько я понял, не затронули. Возможно, где-то что-то пофиксили, но кардинально по кораблям ничего у нас не завезли. Вот, здесь уже вторая деревня. Мне интересно, как вот можно посмотреть, например, да, то есть мы выбираем какую-то деревню. Могу ли я осмотреть поселение? Вот, да. То есть, что это поселение вообще делает? Мне бы хотелось знать. То есть оно поставляет кому-то ресурсы. Или оно сделано конкретно для каких-то целей. Здесь есть ягоды, хлеб, пирог, дерево, камень, кости. Ну, опять же, мы, по всей видимости, это посмотреть никак не сможем. Что не особо хорошо. Ладненько. В общем-то, здания выглядят вот так. Они действительно поменялись. Поменялся даже костер. То есть теперь-то не просто какая-то там непонятная фигня, да, а прям здоровенный костерецкий, с бревнами, со всеми делами. Очень классно все это смотрится. Здесь у нас воины, которые тоже не поменялись. Есть какой-то воин. Это у него? Подожди, вот эта штука. Флаг вот этот, герб. Давай, сдвинься с места. Мне просто интересно, это оно... А почему он стоит на месте и вообще не двигается? Ага, да, действительно, это его какой-то герб. Он у нас... Он у нас... Ну, это, видимо, какой-то лидер. Это не король, это просто какой-то лидер. Может быть, какой-то главный воин, генерал, вполне возможно. Потому что король у нас вот здесь. А где-то тусуется, по-моему, вот это он. По-моему, вот это король. Могу ошибаться. Закрубаться. Вот фиг знает. Вот как его так посмотреть? Непонятно же. Ну да, я думаю, что вот это. Потому что он тут самый такой желтый. У него типа есть какая-то непонятная корона. Скорее всего, это и есть король. Но одет что-то он так себе. И плюс ко всему он еще и лучник. Ладненько, давай посмотрим на эльфов. Как у нас изменились эльфы. Как они сейчас выглядят. Поменялись. Да, действительно. Поменялось у эльфов все. Также все постройки. Теперь у них другие дома. У них такой же Костерецкий, как у людей. Такая же шахта, как у людей. Это, видимо, какое-то военное здание. Здесь нарисовано два меча. Скорее всего, это что-то на подобии барака. Казармы. Не знаю. Вот. А где посмотреть на генерала? Генерала эльфов. Он где-то здесь был. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Ну, в принципе, то же самое. То есть, прям каких-то явных отличий я не вижу. 120 хп у него. У этого тоже 120 хп. То есть, это просто обычный какой-то челик. Ну, не знаю. Посмотрим, как эти генералы будут сражаться. Может, они будут как-то там, не знаю, какие-то построения делать. Интересно атаковать и так далее. Но такое чувство, как будто воины бегают именно возле этих генералов. Да, смотри. То есть, у нас скопление воинов вот здесь, видишь? Здесь ходит генерал. То же самое здесь. Ходит генерал и возле него скопление воинов. Здесь то же самое. Генерал идет вниз и за ним все воины бегут. Вот это сделано прикольно. То есть, теперь у нас воины не просто абы где, да? А они именно сосредоточены возле конкретного генерала. Это прикольно сделано. Так, давай смотри дальше. Гномы. Вау, гномы прикольные. Они такие все квадратные. Как, блин, классно сделано. Гномы мне нравятся. У них типа обычные самые первые дома по всей видимости выглядят вот так, да? То есть, это просто обычные дома из дерева. И далее уже у них вот такие вот каменные дома. Прикольный такой дизайн. Мне нравится. Это по всей видимости тоже у них типа барак а-ля казарма. Генерал у них тоже тусуется, смотри. Вот здесь. Вот. Возле него также ходят его великие воины. Он уже такой по-серьезе, смотри, тут дядька. У него уже есть ботинки. Он привлекательный, на минутку. Любит сидр. Но у них тоже проблема с голодом. Но, видимо, проблема с голодом, потому что я не вижу, чтобы у них было много этих... Ферм. Ферм очень мало. Теперь я так понимаю, что вот такие вот залежи золота, стали и камня будут бесконечными. Да? То есть, у нас будет как минимум шахта. И плюс еще вот такие вот штуки, где можно собирать всякое золото, металло и так далее. Так, ну, здесь тоже, в принципе, все понятно. Ну, как бы изменения есть, да? Изменения кайфовые. Мне понравились гномы, как их поменяли. Давай посмотрим на орков. На орков, да? Где у них основная столица? Вот этот. А, подожди. А, это два города разных, да? Это вот это... А что это такое? Что за показатель войны? А, тут идет война, смотри. Действительно. 50% 100% А, все, это, видимо, захват. То есть, когда появляется такой значок, это, по всей видимости, идет захват территории сейчас. Здорово сделано. То есть, теперь мы можем прям посмотреть, когда идет какой-то захват территории. Здесь у нас часть орков отсоединилась. Так, подожди. А генерал у нас... Нет, почему-то вот здесь вот генерал не воюет. Он почему-то там тусуется. А, нет, он там воюет. Да, его даже сейчас убьют. Он захватывает территорию, смотри. Но у него из этого ничего, наверное, не получится. Хотя... Так, 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 так. У нас потасовка двух генералов. И, получается, генерал желтых убил генерала зеленых. Тут просто появился еще один. Он еще одного убивает. Неужели теперь будет интересно смотреть за воинами? Блин. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас у орков. Очень странное здание. Я даже не могу понять, где тут что. Ну, смотри. Вот это явно, наверное, главное... Нет, это не главное здание. Главное здание, наверное, вот этот шатер. А, тут так... Да, вот есть шатер. Здесь шатра нету. Мням-ням-ням. Не совсем могу понять, где тут главное здание. Наверное, вот это все-таки военное здание. А вот это, может быть, как раз-таки главное здание. С вот таким черепом. Может быть. Не знаю. Так, вроде бы, все выглядит по-старому. Король. Давай поглядим на короля. Вот он здесь тусуется. Он... О, тут уже посерьезнее такое. Слушай, а король 24 года. Ему два убийства. У него уже есть на минуточку. Третий уровень. Два ребенка. У него дипломат. Он, да? Голод. Любит мясо. Медные колечко. Медные доспехи. У него есть даже легендарный. У него легендарный лук. Офигеть. Есть регенерация. Дикарь-пацифист. Медленный. Искалеченный. Он был когда-то авантюристом. И царь-убийца. Вот. Это новый показатель. Убивая королей, лучше не промахиваться. Не знаю, что это значит. Возможно, он убил какого-то короля. Может быть. Управление. Навык управления. Военное дело. Дипломатия. Скорость атаки. Критический удар. Но у королей, я так понимаю, самые важные навыки. Это вот эти три. Дипломатия, военное дело и управление. Скорее всего, именно так это и работает. Вот. Значит. Если. Все будет происходить так, как. Ну, то есть. Теперь, смотри. Отсюда мы можем смотреть за передвижением. Прям именно. Главных, основных войск. Да. То есть. Вот здесь вот видно, что сейчас идет война. Оранжевых и зеленых. И зеленые победили. Далее. Здесь воюет, по всей видимости, принц. И он тоже победил. Смотри. И. И. Походу. Этот генерал перешел на ихнюю сторону. Но пока у орков самое такое интересное. Тут прям какой-то движ такой идет. У людей. Ну, люди бегают. Что-то прыгают. Скачут. Ничего, в принципе, интересного у них не происходит. Так. Давай прочекаем, что у нас по менюшкам. Еще, может быть, что-то я упустил. Но, наверное, нет. Наверное, все, в принципе, тут осталось по-старому. Да. Я не вижу тут ничего нового. Возможно, что-то здесь. Но статистика вашего мира. То есть. Можно посмотреть на общую статистику. На законы мы уже посмотрели. С вами избранное. Можно посмотреть. История мира у нас. Ну, кстати, тоже немножко ее поменяли. Добавили какие-то глазки. Которые можно показывать сразу, где это событие произошло. Тоже достаточно удобно. Ладненько, ребят. Я думаю, что на сегодня тогда будем заканчивать. Напишите мне в комменты, если вы хотите какое-то новое выживание. Может быть, в этом новом обновлении. Может, что-то глобальное. Я помню, что мне, ребят, писали, что, типа, сделай карту Азии. Вот. Типа, давай-ка мы с тобой посоревнуемся на карте Азии. Посмотрим, кто там выиграет. Кто там останется победителем. У нас уже была карта Европы. У нас была глобальная карта. У нас был даже Марс. У нас была пара черных квадратов. Где были бои насмерть. И следующую я пока не знаю, какую карту делать. Вот, опять же, мне подсказали по поводу карты Азия. Но, если только ее сделать какой-нибудь древний Китай, может быть, было бы интересно. Вот. Ну, либо что-то другое. Потому что Европа у нас была. Америку делать, ну, чуть не особо хочется. Там, как бы, стран не особо много. Да, там, что там, Северная Южная Америка, Бразилия, какая-нибудь там, кто там, Канада. Вот. И, в принципе, плюс-минус и все. Да, там, какая-нибудь Мексика. Вот. Хотелось бы, чтобы как-то все это дело было поинтереснее. Пишите, в общем, свои какие-то мысли. Как вам вообще это обновление. Видели вы его уже или нет. Не забудьте поставить лайк под этим видосиком. С вами был Корвит. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok